Сегодня в общественной палате города Воронежа состоялось заседание представителей национальных диаспор Воронежской области и общественных организаций по очень острой проблеме. Почему у нас назрел вопрос, чтобы главы диаспор, представители национальной палаты, которые ходят при губернаторе, даже там уже поднимал губернатор вопрос, как они могут оказывать помощь своим соплеменникам. Потому что ситуация такая, что депортация у нас сейчас идет, и изоляторы временного содержания наполнены довольно-таки немало, больше 50%. И у нас назрел вопрос, чтобы в Совет УНК вошли главы диаспор, чтобы они могли защищать права тех людей, которые, то есть, являются их земляками. Вот именно территория Воронежской области. Например, вчера мы пошли в изолятор временного содержания для оказания там помощи, провели, 4 девушки сидят в Снегирии. Они даже не знают языка. И пришлось у нас найти человека, привезли туда, помогли, сотрудники там рады были, что мы пришли туда. Мы оказали им помощь, рассказали им, оказывается, что у нас и условия, и отношения, согласно наших всех этих нормативов, она соблюдается. Они как бы не могут понять. Ну и вот им принесли продукты, одежду, то, что можно им было туда. Потом гигиенические наборы, там всевозможные там все. Вот я разговариваю с одной через переводчика, нашли студента, вот Игорь Степанович Суровцев, он нам нашел переводчика, и вот он приехал. Она, понимаете, говорит, она на взрыве уже. Она 5 месяцев сидит в этих изоляторах. Она в Новой Усмане были, в Ванне. Их привезли сейчас сюда, в Воронеж. Понимаете, ситуация страшная еще тем, что их посольство не дает еще добро. Наши-то готовы депортировать, а они-то не готовы принять. Чтобы помочь попавшим в беду нелегалам, представителям национальных диаспор были выданы удостоверения от Совета общественных наблюдательных комиссий по защите прав человека в Воронежской области, что позволит им беспрепятственно посещать следственные изоляторы и оказывать необходимую помощь задержанным землякам. Представители Федеральной службы исполнения наказаний поддержали инициативу Общественной палаты Воронежа. Мы, как и любой большой город, нуждаемся в рабочей селе. Следовательно, к нам приезжают мигранты из стран бывшего Советского Союза. И, конечно, мы хотели бы, чтобы все эти мигранты были законопослушные и приезжали действительно работать. Но, к сожалению, бывает так не всегда. И на сегодня у нас нет центра временного содержания вот таких людей, которые подверглись административному наказанию и подлежат выдворению за пределы Российской Федерации. И они содержатся в изоляторах временного содержания. Некоторые из них плохо говорят по-русски. У некоторых нет документов, подтверждающих их личность. Федеральный бюджет сейчас позаботился о такого рода нарушителях. И судебные приставы готовы взять его за ручки и проводить в Домодедово, Шеремедево и там дальше, на родину. Но пограничники-то ведь на границе России не примут человека без документов. Поэтому сейчас стоит задача помочь им побыстрее оформить свои документы. Ну а для этого мы привлекли представителей национальных диаспор общин, проживающих у нас в городе и области.